Лядик холостой. Лядик холостой. Лядик холостой. Лядик холостой. Лядик холостой. Итак, бугните до тех пор, пока... Если можно так выразиться, изнасилованными вами мозг скажет, не скажет. Все, 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 хватит, лядик, я выучил, выучил, я пошел гулять. Ну, примерно, как в школе себя ведет. А на самом деле-то этого нет. Вот вы знаете, мы еще будем говорить с вами о проблемах долговременного хранения информации, именно вот здесь, в этом фильме. Так вот, этот метод неприемлем. А какой же метод лучше использовать, спросите вы. Вот первый из них называется так. Метод взаимодействия всех ощущений. В чем суть этого метода? Вот, предположим, вы, опять же, немецкий язык учите. Вот, и вам нужно набрать словарный запас. Ну, первый этап, вот этот метод такой, упрощенный вариант. Это вы, наверное, сами делали, видели, по крайней мере, слышали, что кто-то это делал. Ну, приходите к кому-то домой или у вас дома. И все, 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 занеплено бумажкой. С иностранными словами. Расчет на то, что попадется много раз на глаза, вот что-то такое, вот, и так далее. И произойдет запоминание. Расчет, в общем-то, верный. Так оно и происходит. Это достаточно неплохой метод, но он относится только к тому, что непосредственно можете пощупать. Ну, вы можете там дома-то повесить таблички на стол, на скул, на шкаф, там, и так далее. Вот. А как вы повесите на зайчика, на облако, на ветер? Поэтому следующим таким развитием этого метода, такие словари, вы знаете, они из продажей, очень хорошие. Там они устроены таким образом. Картинка и рядом иностранное слово. Вот вы ее разглядываете, постигаете образ изучания иностранного слова каким-то образом. Это все хорошо. И здесь уже зайчик, ветер, облако работают. А как быть с психологией, со славой, с наградой, то есть с понятиями абстрактными? И здесь художник нарисует одно, но это не факт, что этот образ у вас возникнет при произнесении этого слова. Я вот на занятиях зачастую говорю, ребята, давайте скажите мне, что вы видели в голове, если я назову слово. И обычно я говорю слово психология. Все видят там либо врача, книжку, там, бюстик Фрейда, психа, череп, мозг, все что угодно. Но ни один из них еще не видел психологию как таковую, не щупал ее руками. Потому что это абстрактное понятие. И вот наиболее прогрессивным этапом в методе взаимодействия всех ощущений является такой. Я просто вам на примере покажу. Вот немецкое слово, допустим. Дорманды. Пальто. Вы произносите это слово сначала по-русски. Пальто. Тем самым вызываете образ этого слова. Ну, знаете, пальто. Вот вы видите пальто на своем внутреннем экране. Вот. Щупаете его. И все время вы произносите. Манты. 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 И при этом произносите. И при этом совершаете с ним какие-то действия. Вы его застегиваете, расстегиваете. Вы его вешаете на вешалку. Вы вышли на улицу, подул ветер, ему стало холодно, вы его застегнули. Вы его так ощупываете. И при этом все время произносите манты, манты, манты. Но. Ну, 40 секунд, на первых порах, этого больше не достаточно. Никто не говорит, что 40 секунд, обязательно секунду в секунду уложится. Речи об этом нет. Конечно же, интервал времени, да, достаточно приблизительный. И у вас происходит такое вот закрепление, образ слова, образ слова. И надо сказать, что работает очень хорошо. Единственное условие. Вы все время два. Прошу прости. Два условия. Первое. Это вы не просто говорите. Манты, 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 манты. А интонируете. Меняете интонацию. Меняете громкость произношения. Даже если вы это делаете про себя, все равно про себя вы можете как бы отследить. И интонация, и громкость. Второе непременное условие. Вы все говорите, манты, манты, манты. Но никогда не говорите. Пальто. Вот стоит вам. В середине вот этого вот процесса манты, манты, раз ляпнуть пальто, начинай сначала. Постепенно вот этот интервал времени можно сокращать до секунд двадцати. И вы знаете, вот такой метод дает гораздо более устойчивые, эффективные результаты, нежели просто зуб, брешка. Но хочу сказать еще такую вещь. Я правда сам этого прибора не видел. Но поговорили, что в Москве он где-то там продается. Я правда так не понял где. Он называется повторитель. В чем суть этого повторителя? Допустим, многие люди работают с какими-то релогофонными курсами, аудиозаписями и так далее. Прибор позволяет сделать не следующее. Просто взять и как бы выделить из записи одно слово и повторять его вплоть до четырех минут. Ну, четыре минуты это много. А вы повторяете все это вместе с ним. И ртомируя меня, и от громкости, и так далее, и так далее. Это непременно условие. Приборчик не дает вам возможности, вернее не то, чтобы не дает, но помогает вам держать слово манты и не произносить слово пальто. Вот этот метод, действительно, он наиболее прост и, скажем так, удобен. Ничего это ведь особенного не нужно. Небольшая игра воображения какая-то. И все. Но воображение подключается. Это немаловажный момент. А во-вторых, когда вы так произносите манты и манты, то это своеобразная форма медитации. Динамической медитации. Об этом мы и писали, об этом еще и будем снимать фильмы. Динамика. Что такое медитация? Медитация это высшая форма концентрации на чем-либо. Но медитация это еще и контакт с подсознанием. Понимаете, когда вы сосредотачиваетесь на этом самом манты и держите в голове образ пальто, то, произнося это дело несколько раз, много раз, вы не держите в голове каких-то других вещей. Там, допустим, завтрашний поход в кино, или что сегодня у вас было на работе. И так далее, и так далее, и так далее. Ну вот. И вы сосредотачиваетесь целиком на этом образе. Значит, вы вошли в медитационное состояние. Значит, вы вошли в альтасостояние. Вот в этом и заключается суть. Суть метода взаимодействия всех ощущений. Ну, скажем так, видите, ничего сложного нет. Так что полный вперед. Можете попробовать. Можете попробовать. Можете попробовать. Скажем, broadband. Продолжение следует...